Два короля. Орловский театр кукол представил спектакль про знаменитого педагога Януша Корчика. Актеры Орловского театра кукол показали спектакль, рассказывающий о последних месяцах жизни писателя и педагога Януша Корчика. Премьера постановки была запланирована на весну и должна была стать подарком театралам города к 75-летию Великой Победы. Но из-за пандемии ее пришлось перенести. В гостях у труппы побывала Наталья Кравченко. Пандоктор! А сегодня снова не пойдем на проколку? Да, Вася, сегодня мы опять никуда не пойдем. Надо потерпеть. Пандоктор, а мы сегодня опять без молока? Вы же говорили, что без молока это вредно. Надо потерпеть, Верик. Это война. У войны много вредного и страшного. На сцене всего несколько детей. Но под опекой реального Януша Корчика находились 200 мальчишек и девчонок. Актриса Таисия Живкунова год назад променяла работу телекорреспондента на театральной подмостке. Ее голосом говорит еврейская девочка Эська. Очень трогательная история. Слезы наворачиваются. Я думаю, эта история послужит хорошим примером и уроком для многих деток и подростков, которые к нам придут. Ну и, конечно, для взрослых. В спектакле параллельно сосуществуют два микромира. В одном оказавшиеся в гетто сироты и их учитель, в другом – герой повести Корчика «Король Матиуш». Спектакль – это не просто то, что артисты на сцене будут свои роли играть. Он постоянно взаимодействует с интерактивным и с видеорядом. То есть постоянно все яркая, меняющаяся картина. Очень красивая звезда. Платье голубого цвета. У нее было платье голубого цвета. Мам. Да. А рядом другие звезды. Мужчины и женщины. Это вот их родители. Спектакль «Король Матиуш первый. Сказка и жизнь» Януша Корчика поставил московский режиссер Олег Русов. Давний друг Орловского театра «Кукол» 30 лет мечтал воссоздать на сцене трагическую историю. Сам спектакль так построен и рассчитан, чтобы это было интересно детям. Я считаю, что это величайший подвиг, о котором стоит говорить и стоит знать нашим детям. Главный герой самой известной повести Корчика остается сиротой. Король Матиуша не пользуется авторитетом у взрослых. И тогда он решает начать работать на детей. Король Матиуша – части альтер-эго самого Януша Корчика. Они оба мечтали сделать жизнь детей лучше. Юный монарх собрал детский парламент. А в доме сирот доктора Януша действовала система самоуправления и функционировал товарищеский суд. И чтобы каждый день ходить в цирк, да, и чтобы давали душистая мыло и духи. И чтобы раз в месяц каждому ребенку разрешалось разбить стекло. Директор польского дома сирот для еврейских детей мог избежать смерти дважды. Был шанс не ехать в концлагерь Треблинку. Не воспользовался им. Мог не идти с детьми в газовую камеру. Но посчитал своим долгом оставаться с ними до конца. Воспитывая своих детей, воспитывая их доброму, хорошему, он не мог поступить иначе. Он не мог их бросить. Он не мог оставить их. Иначе он бы их предал просто. Для Полины Коверзневой, галахической еврейки, игра в этом спектакле далась тяжело. До сих пор в обществе почему-то как-то странно принимают, если ты говоришь в обществе, что у меня еврейский король, люди на тебя так странно смотрят. И я понимаю, что отпечаток это как раз во время войны. Тяжело все через себя пропускать, потому что тяжело представить, что в реальности люди могут быть такими жестокими. В этот вечер на сцене были два короля. Юный Матиуш и король детей Януш Корчик. Оба верили в мечту, которая так и осталась сказкой. Редактор субтитров А.Семкин